Перед матчами очередного тура чемпионата России МФК Тюмень в таблице Суперлиги находился на шестом месте. Для действующего обладателя золота, мягко говоря, не предел мечтаний. Понятно, что решаться все будет в плей-офф, но подниматься выше все равно надо. А потому домашние матчи с новой генерацией из Сыктывкара выглядели в этом плане весьма важными. Но никто не думал, что будет легко. В первой встрече тюменцы довольно быстро открыли счет благодаря курьезному автоголу Тимофея Турчина. Другой вопрос, что качество игры хозяев было далеко от идеала. В итоге сначала Иван Суворов сравнял результат, а затем Кирилл Шишов вывел генерацию вперед. Действия финалистов Лиги чемпионов в обороне в этих моментах заслуживают немало вопросов. Кто-то готов не на 100%, кто-то, например, себя перенастроил. Поэтому, может быть, не совсем взрачное начало с нашей стороны, но всегда после новогодних праздников такая, не знаю, это психология или что, как будто ты уже вечно в футбол не играл, ты уже соскучился по играм и выходишь. Небольшая нервозность, небольшая какая-то смута в голове. Игорь Путилов тут же взял тайм-аут и его команда быстро отыгралась. Иван Милованов отправил мяч тачнехонько в нижний угол. Но нужной искры выиграть у менцев все равно не вспыхнуло. Очередной провал в обороне и Турчин поражают уже не свои, а чужие ворота. В перерыве хозяевам нужно было что-то менять. В раздевалке был такой нормальный мужской разговор, и все друг другу в глаза. Мы посмотрели, поговорили, что нам нельзя терять очки. И это прекрасно все понимали. И все выложились во втором тайме, кто выходил на площадку. Те, кто у нас не выходил, значит, завтра будут тоже задействованы обязательно, потому что мы понимаем, что у нас и Артем сейчас еще не в лучшей форме, и Серега, да, Абурамович там как бы тоже подустали. Второй тайм Тюмень провела объективно мощнее. Вперед команду повели те, кто и должен это делать. Опытные игроки. Милованов выцарапал мяч у вратаря, и Бруно Таффи разобрался в сотолоке у ворот. Буквально тут же сибирьки убежали в контратаку. Завершил ее красивым ударом в девятку Андрей Соколов. Я уже понимал, что передача обратная и передача на дальнюю под сомнением, то есть она была не стопроцентная, поэтому решил пробить, тем более видел, что вратарь пошел не от ближнего, а по центру в ворот. Такое решение принял, хорошо попал. Спасибо пацанам, мне хорошо отдали, вложили в ногу, грех было не забивать. Автором победного гола в матче стал Данил Карпюк. Этому моменту предшествовал любопытный эпизод. Юный тюменский талант по ходу второго тайма на площадке не появлялся совсем, но неожиданно вышел бить штрафной. Что порадовало сегодня этот момент, с пятым мячом, когда Карпюк его забил, но он сам подошел, мне говорит, Лайславич, дай, я забью. Ну, я пострел ему в глаза, человек, если я уверен, иди, пожалуйста, пробивай, забивай, и оказывается, победный мяч забил. То есть, молодец в этом плане. Ну, в игре чуть-чуть у него сегодня не получилось. Ну, так бывает, это молодые футболисты. Поэтому мы всегда говорим, что у них бывает, что игра идет, бывает, что не идет. Рук гости не опустили. Их капитан Александр Симуков могучим ударом сократил отставание. Но не более того. 5-4. Максимально сложная победа тюменцев. Не понимаю, как мы отдаем столько игр уже. Просто из-за наших глупых ошибок. Непонятно. Первый гол, второй. Это просто наши ошибки. Я не понимаю, как мы с такими глупыми ошибками собираемся выигрывать. Все правильно Одино Ктиш нам говорит. И за него обидно. И за команду, и за нас, что уже какую игру мы отдаем. Просто даже не соперник нас выигрывает, а мы просто ему отдаем. На следующий день соперники и вовсе устроили аттракцион невиданной щедрости. Никто из пришедших на трибуны болельщиков не пожалел о посещении матча. Соперники на двоих забили 15 голов. Хозяева задали тон. В восьмой минуте они отличились трижды усилиями Ивана Милованова, Виллиана и Андрея Соколова. В Тюмени очень активно вышла, заряженная. Видимо, после вчерашнего матча им так нормально ставили и так хорошо настроили их на игру. А мы, видимо, не готовы были за три-четыре смены три голова пропустить. Но это, блин, тяжело. Удивительно, но после такого начала до конца тайма мяч побывал в воротах еще лишь раз. Залетел причем в Тюменский. Неудивительно, что вторую половину сибиряки вновь начали с позиции чемпионов страны. Теперь за шесть минут забили пять раз. Правда, единожды в свои ворота. Феерию начал Артем Антошкин, а завершил Бруно Таффи. 7-2. И тут же команда Игоря Путилова пропустила дважды. Сегодня первый тайм сыграли вообще хорошо. А второй, и у нас все получалось. И в то же время позволяли сопернику действовать. Раскрепощенные забивать нам голы. Надо будет это тоже доработать на тренировке. Может быть, и успокаивались, но такого не должно быть. Потом это аукнется в серьезных играх. Заключительные три минуты встречи вместили в себя еще четыре гола. По два с каждой стороны. Хозяева заставили понервничать своих болельщиков, доведя очередными грехами в обороне счет до очень веселых цифр 8-6. Но точку в матче поставил Антошкин. Нельзя допускать такого, конечно. Во-первых, в обороне надо доигрывать. Со своими игроками позиционные были где-то ошибки. Но будем дальше идти постепенно, исправлять это. И я думаю, в будущем именно в плей-офф, там, в лиге членов уже в таких нюансах не повторится и не будет. Ну, рады, конечно, что набрали 6 очков. Следующие матчи кеменцы проведут 18 и 19 января в Екатеринбурге с местной Синарой. Уральцы в турнире таблицы находятся выше. Впрочем, перед принципиальным противостоянием в табель о рангах смотреть точно не стоит. В этом гербе может произойти все, что угодно.